В пирамиде состоялся восьмой студенческий конгресс. Открыт новый учебно-лабораторный корпус Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Ильшат Гафуров встретился с трудовым коллективом Института психологии и образования Казанского университета. Крупное студенческое событие произошло 13 марта в Казани. Подробнее о восьмом студенческом конгрессе расскажет Олег Кашин. Казань по праву считают одним из самых студенческих городов. 13 марта в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» состоялся восьмой конгресс студентов Республики Татарстан. Мероприятие посетил президент Республики Рустам Миниханов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, а также другие почетные гости, которые занимаются поддержкой студенческого движения. Также хочется сказать, что последний студенческий конгресс собирался в 2012 году. Подробнее о таком значимом студенческом событии мы расскажем в нашем следующем выпуске. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Институте психологии и образования Казанского федерального состоялась встреча трудового коллектива с Ильшатом Гафуровым. В ходе встречи участники могли задать ректору КФУ волнующие их вопросы. Подробности далее. 13 марта в Институте психологии и образования КФУ состоялась встреча Ильшата Гафурова с коллективом института. В ходе встречи директор института Айдар Калимуллин представил отчет об итогах 2017 года и задачах на 2018 год. Очень важно проводить начало такого рода встречи для того, чтобы мы с вами могли немного скорректировать наши действия, адаптировать эти изменения, которые в целом происходят в нашем предметном суде. О ходе выполнения программ развития проинформировал Айдар Калимуллин. В отчете были отражены все стороны деятельности подразделения – научные, образовательные, финансовые и другие. Стоит отметить, что совместно с педагогами проводится большая научная работа. Так, например, Институт психологии и образования и Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ принимают участие в научном развитии такого направления, как лингвистика. В предметном рейтинге КУЭС направление образования КФУ вошел с 201 по 250 место. Привлекательность нашей подготовки отразилась в этом году впервые ощутимо и на средней паре ЕГЭ. Я напомню, что вплоть до 2013 года мы были аутсайдерами в рейтинге Казарского федерального института в этой области. И в этом году мы уже в КФУ крепкие середники, а в России по психологопедагогическому направлению повторяем и вкупаем в ГРНУ. Также в ходе встречи участники смогли задать ректору волнующие их вопросы. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универ Ньюс. Президент Татарстана Рустам Мениханов и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров открыли новый учебно-лабораторный корпус Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Подробнее расскажет Анна Глазунова. В Казани открылся новый учебно-лабораторный корпус Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. В сопровождении ректора КФУ Ульшата Гафурова, президента Татарстана Рустам Мениханов, а также почетные гости осмотрели здания, в которых будут готовить врачей будущего. В 2016 году территориальное управление Росимущества по республике Татарстан закрепило право оперативного управления комплексом зданий бывшего Казанского военного госпиталя за Казанским университетом. В течение двух лет были проделаны масштабные ремонтные и восстановительные работы. Внутренний облик здания очень изменился за это время. В корпусах разместили центры стоматологии, имплантологии, учебно-медицинские центры, а также центры, где будут изучать оперативную хирургию и проводить реальные операции. То, что мы сейчас добавляем возможности нашего федерального университета, потому что есть медицинский университет, это только плюс. В республике, значит, у нас появляются больше возможностей. Примерами эффективной работы могут стать результаты, достигнутые в КФУ в биомедицинском направлении. На сегодняшний день успешно выполнены в течение года 148 оперативных вмешательств, в том числе 12 сложнейших операций жителям пяти регионов Российской Федерации. Впервые после реставрации учебно-лабораторного кампуса президент Атарстана Рустаминьханов встретился здесь с медицинской общественностью. Какие шаги нам нужно делать, чтобы укомплектовать персонал, чтобы мотивировать персонал, чтобы обратить внимание на те и иные детали, которые, может быть, как больше использовать те современные разработки или технологии, которые есть в мире, которые мы сегодня уже сами как бы разрабатываем. На протяжении часа врачи и ученые обсуждали современное состояние и будущее медицины с руководством республики. В Казанском университете выстроена новая модель управления медицинским кластером. Создана также новая модель организации работы и самой модернизированной клиники, что позволило нам сделать ряд нововведений, которых не было присоединяемых в медицинских учреждениях. На встрече обсудили практические шаги по совершенствованию всей системы здравоохранения. Мы качественно должны улучшить ситуацию, отношение населения к здравоохранению, вообще профилактику заболевания. Анна Гузнова, Ленарда Влитиаров, Владимир Нелюбин, Универньюз. Казанская ярмарка уже не первый год является эффективной площадкой для обсуждения вопросов энергетики, ресурсосбережения и ознакомления с самыми современными технологиями отрасли. Что послужит дальнейшему развитию сферы энергосбережения, расскажет Аделя Шамилова. На площадке Казанской ярмарки заработала 19-я международная выставка энергетикой ресурсосбережения. Участие в открытии выставки принял глава Республики Татарстан Рустам Мениханов. Президент совершил обход по территории выставочного комплекса и познакомился с разработками ведущих компаний из России, Беларуси, Казахстана и других стран. Также мероприятия посетили и представители Казанского федерального университета. Как отметил проректор по инженерной деятельности КФУ, выставка по энергетике и ресурсосбережению отлично отражает продвижение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, развитие межрегионального и международного сотрудничества и многое другое. Мы рассматриваем те перспективы, которые будут в будущем применяться именно уже конкретно на предприятиях, которые занимаются реализацией. Работа выставки продлится до 15 марта включительно. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универа Ньюс. Ректор Казанского федерального университета провел очередное заседание Международного попечительского совета Высшей школы бизнеса. Об этом вы узнаете в следующем сюжете. Очередное заседание Международного попечительского совета Высшей школы бизнеса Казанского федерального университета состоялось 12 марта. Основной темой повестки стали возможности для продвижения на глобальном рынке бизнес-образования. Одним из факторов такого продвижения является модернизация инфраструктуры. Первым докладчиком стал вице-президент Ассоциации по развитию бизнес-школы господин Тимоти Мискона. Прежде всего, гость рассказал о своем видении развития бизнес-образования в целом мире. Отдельно на эту тему поразмышлял господин Сон-Джу Пак, президент Ассоциации школ бизнеса Азиатско-Тихоокеанского региона. Ректор Казанского федерального университета попросил экспертов подумать, насколько эффективной может быть программа, например, для иностранных студентов, часть которой будет проходить в виде модуля и прилагаться к основному курсу. В качестве конкретного инструмента было предложено использовать цифровую платформу Градуэй для активизации деятельности выпускников школы бизнеса, таким образом помогая выпускникам создавать международную сеть контактов. Юлиана Петрова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюз. С 12 по 20 марта в КСК КФУ «Уникс» проходит ежегодный фестиваль, в рамках которого представители студактива демонстрируют свои таланты. Подробности в сюжете Ралины Султановой. 12 марта в стенах Большого зала КФУ «Уникс» прошел очередной конкурсный день ежегодного фестиваля «Студенческая весна» 2018 года. Свои конкурсные программы и результаты тщательной подготовки предоставили два института – Институт физики и Институт вычислительной математики и информационных технологий. Коллектив Института физики вышел на сцену первым. Открыли конкурсную программу песни в сопровождении живого звука. Ребята представили на суд жюри увлекательную жизнь студентов-физиков. Связать ли физика и творчество? Именно на этот вопрос пытались ответить артисты. Все это сопровождалось зажигательными, хореографическими и вокальными постановками. Своим выступлением Институт физики смог доказать, что физика – это наука жизни и для жизни. Институт вычислительной математики и информационных технологий в своей конкурсной программе решили донести до зрителя, что мечта вполне реальна к исполнению, надо лишь только приложить усилия и быть сильным духом. Все сопровождалось очень красивыми вокальными постановками и хореографией. Полный обзор смотрите на канале Универ ТВ. Ралина Султанова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюз. На этом все. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok